Девушки отдыхают У нас в экспозиции рыбы петушка нет, но поскольку Новый год 2017 это год огненного петуха, мы решили, что и у нас в океанариуме тоже должна быть рыбка, которая будет символом года, которая принесет нам всем удачи. Поэтому у нас есть три волшебных петушка, которые исполняют желания. Каждый самец считает, что он самый красивый, и он отстаивает это звание. Как содержать их вместе, если они дерутся? Нужен очень-очень-очень большой аквариум, где они будут в своем уголочке сидеть, либо они живут абсолютно в разных аквариумах. Как дерутся петушки, мы проверять не будем. Но некоторые петушки так любят драться, что воюют со своим отражением. Проверим это с помощью зеркала. Рыбка встала к зеркалу боком. Это значит, что она угрожает своему сопернику. Чем надо кормить этих рыбок? Эти рыбки едят почти все. Их можно кормить сухим кормом, живым кормом, мотылем, коретрой. А можно также морожеными кормами. Они очень неприхотливы в еде. А что у вас в тарелке? Сегодня мы будем кормить их мотылем. Вы сможете попробовать это сейчас сами сделать. Что такое мотыль? Мотыль это личинка комара. У этих рыбок хороший аппетит? Да, очень хороший. Их даже можно перекормить. И если они объедятся, им может быть очень-очень плохо. Поэтому не надо их сильно кормить. Даже если они показывают всем своим видом, что они могут съесть еще, они уже наелись. А где родина этих рыбок? Мы впервые петушков обнаружили очень давно, еще в начале 19 века. Случилось это в Таиланде. В то время он назывался Сиам. Поэтому второе название этих рыбок – сиамские петушки. Какого цвета эти рыбки бывают? Они бывают самых разных цветов. Они бывают ярко-красные, синие, белые, пятнистые. И у них бывают разные хвосты и плавнички. Это все заслуга людей. А в природе это серенькая, очень невзрачная рыбка. Петушки исполняют желания, если их хорошенько похвали. Познакомились с бойцовыми рыбками Полина Лысова. Я здесь бегжеманьот. Редактор субтитров А.Семкин